В столице любой страны есть свой музей истории. В самом центре Москвы на Красной площади располагается архитектурный шедевр. Величественное здание из красного кирпича. Это «Модный гид». Приглашаем вас в Государственный исторический музей. Погружение в историю начинается с парадных сеней. Внимание приковывает потолочная роспись родословной российских императоров. Каждый из 35 залов оформлен в соответствии с эпохой, о которой он рассказывает. С древних времен и до наших дней. В этом году музею исторических ценностей исполняется 150 лет. Как здесь сохраняют и показывают историю, узнаем у директора Алексея Ливыкина. Алексей Константинович Ливыкин. Кандидат исторических наук. Эксперт по антикварному оружию. Был заведующим отделом оружейной палаты Московского Кремля. Возглавил Государственный исторический музей в 2010 году. Алексей Константинович, мы находимся в Золотой кладовой и буквально окружены ювелирными шедеврами. Какие экспонаты мы здесь можем увидеть? Ну, здесь целый комплекс экспонатов. Здесь и памятники русского православного искусства, памятники исламского искусства, иудейского. Здесь представлены государственные награды, причем не только России, но и других стран. Ювелирные украшения, драгоценное оружие, монеты, золотые и серебряные медали. И в честь каких-либо событий. Но всех их отличает высокое мастерство своего исполнения. Музей исполняется 150 лет. Какие юбилейные проекты вы подготовили для посетителей? Вы знаете, мы уже в течение нескольких лет проводим различные юбилейные проекты. Если вспомнить то, что уже было, это потрясающая выставка Альбрихта Дюрера из Италии, из города Бреши. Это потрясающий подарок из Русского музея, из Государственного Эрмитажа. Сейчас на нашей площадке работают два проекта, которые были созданы основе коллекции не только исторического музея, но и ведущих музеев нашей страны. В первую очередь, это выставка, посвященная Петру Первому. Называется «На России дорогами цивилизации». Но в ближайшем будущем нас ждут проекты, посвященные, например, русской и советской моде под названием «Пока что рабочим горожанка», но, возможно, название изменится. Так что нам еще есть, что будет показать нашим посетителям. Полтора века – это огромная история. Так, например, музей был окружен событиями 1917 года. Расскажите об этой истории. Что здесь происходило? Вы знаете, мы оказались в эпицентре всех этих событий, которые происходили, потому что в Москве проходили достаточно очень ожесточенные бои. В первую очередь, они проходили здесь в центральной части. Например, в одном из зданий нашего музея, в своевременном здании бывшей городской думы, находился штаб юнкеров и штаб противников тех религиозных событий, которые долго держались. Начался штурм Московского Кремля. На углу нашего музея находилось артиллерийское орудие, которое пробило Никольские ворота. Но самое главное – те люди, которые работали в музее, им удалось, несмотря на те события, которые были, сохранить коллекции, даже более того, их приумножить. Как вашим коллегам удалось сохранить экспонаты в годы Великой Отечественной войны? Вы знаете, конечно же, самая лучшая часть нашей коллекции, она была эвакуирована в город Кустанай. Ее сопровождала целая группа сотрудников, которые перевозила. Но другая часть коллекции, потому что уже в то время она была огромна, она осталась здесь, находилась в фондах хранилища, которые располагались в этом здании. И более того, я хочу сказать, что музей в годы Великой Отечественной войны не работал только всего лишь 7 дней. С 29 октября по 7 ноября 1941 года. За этот период надо было вставить стекла, которые были выбиты во время бомбежки. Сейчас музей восстанавливает памятник Минину и Пожарскому. Раскройте секреты реставрации. Вы знаете, это очень уникальная, очень сложная работа. Но необходимо было в первую очередь решить такие сложные задачи, как очистка внутреннего объема памятника от формовочной массы, которая очень гигроскопично убирала в себя влагу и очень плохо влияла на саму конструкцию. Надо было убрать из конструкции все элементы, которые сильно коррозировали. Но сейчас мы, так сказать, реставраторы, одни отлично знают, что делать. Им выполнен огромный объем работы. И будем надеяться, что к ноябрю месяца реставрация памятника закончится. Каких экспонатов еще нет в музее и о каких вы мечтаете? Коллекция Государственного исторического музея огромная. Она насчитывает около 5 миллионов единиц хранения. Но, естественно, есть очень большие лакуны, в том числе и в истории нашего государства. Хотелось бы иметь больше ярких, интересных памятников, связанных с историей Киевской Руси либо с историей периода формирования русского централизованного государства. И у нас более девяти археологических экспедиций ежегодно выезжают, как они называют, в поле и привозят уникальные памятники, которые становятся частью коллекции исторического музея. Конечно, бы хотелось в своей коллекции видеть побольше ярких художественных произведений, причем не только 18, 18 или 19 веков, но и исторический музей. Особый музей он собирает и современность, потому что мы должны дать для наших потомков то, чем они будут рассказывать об истории начала 21 века нашей страны. Вы специалист в области антикварного оружия. Почему выбрали именно это направление? Я бы немножко вас поправил. Я историк прежде всего. И, значит, когда я начал работать в музее, начинал я по-настоящему в музее работать, в музеях Московского Кремля, я стал хранителем оружия. Затем я был и заведующим отделом оружейной палаты. Но мой интерес лежал вот в рамках тех уникальных памятников, которые я хранил. Хотя мои интересы были гораздо шире. Это история 16, 17, 18 веков. Это история производства этого оружия. Причем, конечно, самых уникальных образцов, которые связаны либо с царским, либо императорским двором. Посоветуйте нам и нашим телезрителям, какие три выставки нужно посетить этим летом в России. Ну, прежде всего, я бы, наверное, назвал Государственный исторический музей, потому что сейчас пока что еще работает выставка «Дорогами цивилизации» и выставка «Петр Первый». Конечно же, это Третьяковская галерея. Насколько я помню, там есть потрясающий проект, связанный с искусством. В Рубеле потрясающая выставка работ Семирадского, кстати, связанная с историей нашего музея, потому что он очень много работал здесь. Ну, естественно, выставочный проект Эрмитажа, который всегда прекрасный, всегда который хороший. 150 лет – это знаменательная дата для исторического музея, который все эти годы меняется в такт времени. Приходите на выставки и смотрите «Модный гид». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова